Здравствуйте, друзья! С вами сегодня я, Павел Стыгни, в рубрике с юмором о серьезном. Сегодня мы поговорим с вами о мужчинах-козлах или о козлиности в мужской природе. Многие женщины, когда они говорят своим мужчинам «козел», не подозревают, что они говорят ему скрытый комплимент. Потому что во все времена и у всех народов козел был символом мужской сексуальной силы. В древнегреческой мифологии такой символ олицетворял бог Пан. Козлиность имела несколько аспектов. В первую очередь размер, выносливость и легкая возбудимость. Конечно же, множество женщин сразу же скажут мне, что в принципе им эти качества нравятся. Но, если речь пойдет о том, что мужчина волочится за каждой женской юбкой, о том, что когда он возбуждается, у него практически полностью отключаются его мозги, то они скажут «ну, козел». Еще одним мужским козлиным качеством является упрямство. Вспомните картинку, на которой два козлика стоят на одном мостике, и никто из них не уступает друг другу. И, конечно, женщины сердятся на своих мужчин за то, что они не уступают им даже тогда, когда это противоречит здравому смыслу. Кстати, мужчины, у которых уровень сексуальной силы наиболее высокий, наиболее склонны к такому упрямству. С другой стороны, мужчин, у которых нет упрямства, которые не умеют противостоять жизненным сложностям и добиваться успеха и цели, женщины не уважают. Рядом с упрямством лежит еще одно качество – это агрессивность. Многие женщины негативно относятся к мужской агрессивности, но они же не будут уважать мужчину, в котором нет ни капли агрессивности, то есть нет способности противостоять чужой агрессии и защитить свою женщину. Конечно, важно, чтобы мужская агрессивность была направлена не против женщины, а против других мужчин для ее защиты. Тогда это качество нравится женщине, и она говорит, я могу быть за этим мужчиной, как за каменной стеной. Но, увы, не всегда получается правильно сориентировать эту энергию, правильно сориентировать эту агрессию. И мужчина, у которого достаточно высокий уровень агрессии, периодически может направлять ее и против своей женщины. Еще одно козлиное качество, которое, по сути, объединяет все предыдущие, является эгоизм. И я думаю, что именно эгоистическое поведение мужчин вызывает больше всего претензий женщин. Именно по этому поводу они чаще всего говорят свое «козел». К сожалению, дорогие женщины, все это идет в одном флаконе. И только одно обстоятельство может изменить негативные аспекты на позитивные. Это уровень психологического развития вашего мужчины. Тогда мужская сексуальная сила, способность противостоять жизненным трудностям, способность защитить себя и своих близких, и понимание необходимости, в первую очередь, беспокоиться о себе и о своей женщине, превращаются в мужские достоинства. И такого мужчину женщины могут ласково назвать «мой козлик». На сегодня все. А в следующий раз мы поговорим о женщинах-стервах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова